Бочонки, всем огромный привет! Сегодня я хочу показать вам кусочек моего дня. Я собираюсь съездить в Мол за непрочными покупками, там побродить в магазин, потому что я уже просто миллион лет нигде не была, даже нигде не ходила по магазинам, даже не знаю, что там продают. Но сейчас у меня уехал муж в командировку, и когда он в командировке, у меня прям чешутся руки что-нибудь поснимать. У нас такая квартира, что до обеда здесь нет солнца, после обеда очень много солнца, и очень светло, но сейчас просто какая-то темнотища. И я хотела поснимать разные видео, но все-таки думаю, что нужно дождаться, пока будет более светло. И сейчас я просто беру вас с собой в магазин. Да, вот пока машина прогревается, я, наверное, все-таки сниму куртку, потому что тут, на самом деле, достаточно тепло на улице, потому что нет ни облака, и солнышко светит. И мы живем в таком небольшом городке, который называется Берлингтон, где-то 60 километров от Торонто. И, если честно сказать, здесь всего лишь, если так посчитать, два, наверное, торговых центра, таких более-менее больших. Но мне их хватает вот так с головой, и я даже, если мне надо что-то купить, я еще ни разу не ездила для этого в Торонто или куда-то в близлежащие города. Там у нас есть Хамильтон, где, там, по-моему, 700 тысяч населения, там достаточно большие торговые центры и Миссисага. Если раньше, если мне в Apple Store нужно было ехать в Миссисагу, то, не знаю, в прошлом году или пару лет назад в нашем Берлингтон-молле открыли Apple Store. И единственная вещь, по которой я, наверное, все-таки скучаю, точнее, не единственная, а два магазина, это Mango и Lush. И все-таки, наверное... Ну, Mango его и в Торонто даже нету. Единственное, есть он, по-моему, в Монреале, то есть во французской части Канады. И, может быть, что-то онлайн можно сказать. Ну, в принципе, я не чувствую этой потребности, потому что мой любимый магазин сейчас стал Marshalls. Это магазин, где они продают брендовые вещи по ценам, наверное, в три раза дешевле. Я не знаю, как они это делают, но, может быть, это какие-то, там, прошлогодние коллекции или то, что не распродалось у них. Я не изучала этот вопрос. Но мне очень нравится тот факт, что за 30 долларов я могу себе купить какую-нибудь классную брендовую вещь, там, не знаю, сумку какую-нибудь тоже Calvin Klein можно купить за 100 долларов в этом магазине, даже дешевле. И, что там еще? А, ну, например, шорты, там, на летние, если купила Jessica Simpson за 25 долларов. И, там, ну, вообще какие-то классные джинсы, там, например, Пара Сука или тут же Calvin Klein можно купить, я не знаю, за 40 долларов, наверное. И, в принципе, меня этого абсолютно хватает, потому что я одежду тоннами не скупаю. А когда я работала на магазине Forever 21, я постоянно все на скидках покупала. Выглядело, что я очень много покупаю, на самом деле там все настолько дешево стоило. То есть, если я покупала на скидках, я могла какую-нибудь, там, футболки по 2 доллара покупать, какие-нибудь кофты, там, не знаю, блузки за 6 долларов. И никто, когда там пойдешь, сидел, это комплименты, все спрашивают, где там купила, я говорю, Forever 21 за 2 доллара. Так, ладно, у меня уже машина прогрелась, и я уже запарилась в этой куртке, сейчас я ее сниму, и мы едем. Так, я запарковалась где-то прям очень далеко, вот если видно, то, мол, там, я в этом ряду, ну, хотя бы у меня ряд подходит, потому что я сейчас собираюсь идти в магазин, где я уже, что я сказала, работала, Forever 21. Просто посмотрите, какие у них, может быть, новые коллекции там уже появились, наверное, потому что я в магазине, ну, сколько, месяц я точно не была. Вот, так что, сейчас посмотрим, что у них есть, и попробую показать. Милые, милые ботиночки. Такие золотые травки. Сейчас видно очень модно, такие милые ботиночки, киски, кошечки. Мне там очень супер, мне понравился, с кошачьей моськой, я даже, по-моему, кого-то видела на ютубе, но уже не было много размеров. Что мне нравится этот магазин, то, что они копируют у нас неизвестные бренды, и у них последняя мода, так сказать. Например, этот отек полностью чёрно-белый, и самая высокая цена здесь, наверное, не знаю, 30 долларов. Ну, может быть, не 30, может быть, самая высокая цена, например, 5. Ну, это классно. Хотя я поклонник всё-таки более качественных вещей, чем покупать всякую ежегодно, но всё-таки здесь иногда классные вещи, и по очень классному цене он не такой большой свитер, который можно носить на одно плечо, а 18 долларов. Ну, могут где-то, где-то будет 600, я, наверное, его поменю. Даже сумки, вон, полосатые. Блин, ещё я поклонник всяких кружавчиков. Очень, по-моему, классная блузка. У неё сзади такие красивые кубовочки. По-моему, очень-очень красиво. Вот они и ободки, которые сейчас все просто обожают, наверное, с этими цветочками. Ну, честно сказать, я не очень представляю себя с этим ободком, уходящей по улице. Может быть, только для фотографий. Ну, Чин Дэн нам как бы намекает сими витринами, что сейчас в моде дэнн, то есть джинсовой одежды. Короче, купила я этот свитер. Сейчас иду в свой любимый магазин, который называется Nine Best, имеется в виду с обувью. И вот так вот он там выглядит. Сейчас посмотрим, что у них есть. В общем, да, классные там туфли есть. И мне... Я ищу сейчас себе что-то на не таком, на среднем каблуке для работы. И меня, конечно, все странно смотрят. Ну, прям с ними, я как-то не переживаю по этому поводу. И вообще, мне очень нравится обувь Nine Best. У них такая именно для повседневной жизни есть обувь. Она очень классно сидит на ноге, она очень-очень удобная. И каблук невысокий, и почему я говорю каблук, и все-таки живу в Канаде. И здесь как-то люди подозрительно относятся, если ты носишь каблук каждый день. Особенно, если ты работаешь в какой-то государственной организации. А я работаю в такой. Так что мне приходится находить компромисс. Сейчас пришла в свою любимую Зару. Вообще, я обожаю Зару. Сколько классных вещей у них. Очень мне на все нравится. Я прям, наверное, по магазинам купила, если бы была... Ах, моя воля. Ладно, сейчас осмотрим все, что у них здесь есть. Мне понравился такой кардиган. Ну, правда, это висит эльфа, но мне нравится отдел, потому что у них на локтях приклеили. Цвет классный. Вообще, это приятный. Наверное, нужно будет на осень себе такой обязательно купить. Потому что, ну, куда все можно прикрепить. Смотрите, какие классные балетки. Я не знаю, как это назвать. Мой муж обязательно сказал, что это для бабушки. Но у нас с ним в этом плане не сходится. Аклусен, по-моему, очень классный. Цвет такой красивый, такой темно-синий. И у них радость, смотрю, как бабушка. Может быть, на работе и хорошо, но как-то как бабушка немножко. Ну, жалко, они так прикольно сделаны. Мне прям очень нравятся. Смотрите, какие классные. По этим очкам я вдыхала пол-лета. Но проблема в том, что у меня очень большое лицо. Я смотрю с них под базилию. Они у меня маленькие. Смотрите, что-то сегодня меня зара не сильно впечатлила. Мне единственное понравилось там куртка одна. Но я не стала ее мерять уже, потому что она такая зимняя. Может быть, потом померю. В принципе, какой-то новый закройте. Порой зайду, посмотрю, что у меня. И вы просто видеотапите ее? Да. Рокируйте ее. Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим, как твоя любимая. Она очень хорошая. Так вот, такой у меня весененький дядечка попался. И я в хорошем настроении уже иду домой. То, что, наверное, хватит. А, нет, мне нужно еще в один магазин зайти. Блин, но он совсем в другой стороне. Так что пошла я в последний магазин за такими хозяйственными покупками. И увидимся. Пока-пока. Вот они, Bourjois Health Cinex Serum, которые в России все хвалят. Конечно же, как только я езжаю в России, мне приспичивает его купить. А здесь у меня стоит 27 долларов. И это еще без налогов. Еще у меня вопрос. А кто-нибудь пробовал такой бронзер Bourjois Chocolate? Потому что выглядит он ничего и пахнет. Нет, он не пахнет шоколадом. Хотя, может быть, уже выдохся. Но цена, вроде бы, тоже демократичная. Хотя, мне кажется, в России он стоит еще в 100 раз меньше. Кстати, хочу порекомендовать вот эту пудру. Очень классная. И она даже, мне кажется, ближайший аналог к пудре Клиник. Смотрите, какие лаки интересные. Надо как-нибудь попробовать то, что выглядит очень прикольно. Да, еще, кстати, очень классная штука. Вот называется Cream Bleach. Это осветлитель для волос на теле. То есть, например, если вы не хотите брить руки, то можно таким осветлителем покрасить их. Но на самом деле стоит это вот... Сколько сейчас стоит? 7 долларов. То есть, 10-10 рублей. Если честно, можно купить классную краску-осветлитель. Там, я не знаю, за 50 рублей. И она будет абсолютно так же работать. Вот. Блин, я вышла не с того входа. Теперь вот нужно будет идти пешком. И сумминать, где я поставила машину. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok